Место, где можно петь, заниматься танцами, рукоделями и даже проконсультироваться с психологом. В северной части Ульяновска открылся новый центр активного долголетия. Такой подарок ульянцы серебряного возраста получили ко дню пожилого человека. В дополнение к существующим в городе открылось 6 новых центров. А всего в области насчитывается более 230 подобных учреждений. В прошлом году я ушла на пенсию, я закрыла одну дверь и открыла новую дверь. В удивительный, чудесный мир, в котором я встретила замечательных людей, которые дают любовь, надежду, веру, людей-оптимистов, которые лужи видят не грязь, а видят звезды. Здесь очень уютно. Спасибо за то, что нам построили такой удивительный дом, куда хочется приходить. На ремонт и переоборудование зданий на улице Гафурово-86 потрачено из городской казны 2 миллиона рублей. До этого центр активного долголетия размещался в маленьком помещении. Всем желающим уместиться в нем было трудно. Сейчас в учреждении проводят свой досуг 400 человек. А в новом помещении готовы принять и тысячу посетителей. Мы принимаем фенсионный возраст. Конечный предел бесконечный. Есть за 80 посетителей. Они очень активные, танцуют и поют. То есть у нас находят все в себе применение. Поздравить с новосельем приехал губернатор Сергей Морозов. Глава области отметил, что для большего удобства заведения для пожилых перейдут на новый режим работы. Разговор об активном долголетии продолжился в центре Исток на улице Кирова. Пять лет назад с него начиналась история центров во всей области. Продолжительность жизни и в России, и в нашем регионе с каждым годом растет и сейчас составляет уже более 73 лет. При этом для нас важно, уважаемые друзья, чтобы наши граждане не просто жили дольше, а чтобы эта жизнь была качественной. Я не думаю о том, что жизнь должна быть активной, разнообразной. Продолжительность качественной жизни должна увеличиться. В следующем году в области начнет реализовываться пилотный проект «Детский сад для пожилых». Его будет осуществлять Центр активного долголетия и учреждения здравоохранения. Изменится в принципе механизм социального обслуживания. Мы перейдем от заявительного принципа к выявительному принципу. Этот принцип позволит выявлять людей, нуждающимся в качественном уходе. Если раньше социальные медицинские услуги пожилым инвалидам предоставлялись по обращению и заявлениям граждан, то теперь сотрудники социальных служб сами определяют необходимость той или иной помощи. Также пожилые ульяновцы смогут находиться в отделениях дневного пребывания, а для их родственников организуют школу ухода. В них будут обучать навыкам помощи представителям серебряного возраста.